Вашему вниманию сейчас новости с урдопереводом. Меня зовут Лаура Жакупова, мою коллегу Викторию Антонишину. Здравствуйте. Вашему вниманию сейчас новости. Предположителем причины пожара послужило неосторожное обращение населения с огнем при курении. Также рассматривается версия короткого замыкания летопроводки. Тоже в качестве, значит, одна из таких вот основных версий может быть. Мы должны рассмотреть все версии и методом исключения уже, значит, остановиться на наиболее вероятной. И также двое человек погибли. Еще пятеро пострадали в результате крупного ДТП в Алматы. Авария произошла сегодня утром. В результате столкновения Субару и Митсубиши водители и пассажир последнего авто скончались. Стражи порядка восстанавливают хронологию событий. Назначен ряд экспертиз. В городском департаменте полиции начали расследование. Грузовой кран рухнул на пассажирский поезд в Актюбинской области. В результате падения многотонная конструкция повредила 13 вагонов. Инцидент произошел на станции Шокосу. И только по счастливой случайности никто из пассажиров состава не пострадал. Нацкомпании «Казахстан-Темиржалы» заявили, что авария произошла из-за смещения подвижной части стрелы крана, которая находилась на платформе поезда, стоящего на соседних путях. После 17-минутной задержки пассажирский состав Алматы-2 Мангистау продолжил свое движение. Работники Каргандинского зоопарка прокомментировали ситуацию с обрезкой рогов у оленей. По словам зоотехника, процедура эта проводится каждый год. Мера вынужденная. У парнокопытных в это время наступает брачный период. Самцы становятся агрессивными и в борьбе за самку могут поранить друг друга. Под раздачу рискуют попасть и работники зоопарка, и посетители. Напомню, накануне в соцсетях появились кадры, которые взбудоражили общественность. Люди возмутились плачевным состоянием безрогих парнокопытных. Но на самом деле животные чувствуют себя хорошо, заверили в зоопарке. Новые рога у них отрастут к весне, а срезанные хранятся на складе. Никакой ценности они не представляют. Вы видите, они в отличном состоянии, упитанные. Чтобы делать вырезку рогов, копыт, мы просто так не делаем. Первым мы обездвиживаем их, ксилонитам. Через 10 лет они засыпают, обездвиживаются. Значит, вырезаем рога, обрабатываем рога, потому что кровь неизбежна. Там сказали сосуды, никакие сосуды не повреждены. Здесь рога. От рога тоже кровью снабжается немножко. Обрабатываем, делаем антидот. Через пару часов они стоят на ноги, и все нормально. В Западном Казахстане полицейские задержали четверых жителей за использование фиктивных паспортов вакцинации. Все подозреваемые из Бурлинского района. В их отношении начато досудебное расследование по 385-й статье Уголовного кодекса за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов. Полиция просит населения области не идти на преступные действия, поскольку использование поддельных паспортов вакцинации ставит под угрозу здоровье общества. Ради статистики и надбавки к зарплате за успешно проведенную работу по иммунизации оформлялись фиктивные паспорта вакцинации. Именно так свои действия объяснил задержанный за подделку актуальных документов медработник из Уландского района Восточно-Казахстанской области. 54-летний специалист местной амбулатории оформлял пациентов как вакцинированных, а саму вакцину уничтожал. Незаконные действия злоумышленника с поличным пресекли полицейские регионы. Сейчас стражи порядка устанавливают личности предполагаемых клиентов горе-врача. Идет следствие. Ну а медику теперь грозит до 4 лет лишения свободы. Действием указанного медицинского работника будет дана соответствующая процессуальная оценка в рамках осуществляемого досудебного расследования по статье 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются граждане, которым он мог оказать подобные незаконные услуги. Продолжаем выпуск. Казахстан возобновляет полеты в Саудовскую Аравию. Решение о восстановлении регулярного авиасообщения между странами приняли в Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Первые авиарейсы стартуют в конце октября по маршрутам Алматы-Джидда и Алматы-Медина с частотой раз в неделю. Дальнейшее увеличение рейсов в Саудовскую Аравию будет уже зависеть от эпидситуации, отметили в Межведомственной комиссии. За прошедшие сутки в стране выявили еще более 4 тысяч заболевших с положительным ПЦР. Больше всего инфицированных в Алматы плюс 931. Большинство из них симптомные больные. Растет заболеваемость и в Карагандинской области. За последние 24 часа врачи зарегистрировали там 581 зараженного. Всего в стране с начала пандемии выявлено свыше 800 тысяч случаев КВИ. Большинство регионов остаются в красной зоне. Итак, жертвами опасной инфекции стали еще 97 казахстанцев. 78 из них не справились с коронавирусом. Еще 19 с ковидной пневмонией. Статистику по летальным случаям за 8 сентября в Минздраве опубликовали сегодня. Лечение продолжают получать 82 тысячи человек. 17 тысяч из них находятся в стационарах. 1310 пациентов сейчас в тяжелом состоянии. Тем временем в Казахстане продолжается массовая иммунизация населения. И сейчас вы видите на своих экранах последние данные от Минздрава. Количество тех, кто привился первым компонентом, перевалил за 7 миллионов. А полностью прошли вакцинацию 5 миллионов 834 тысячи человек. Льготы для вакцинированных это одна из актуальных тем в Грузии. Общество там постепенно делится на привитых и нет. Для первой категории появились различные послабления. Кроме того, чтобы мотивировать граждан пройти иммунизацию, правительство решило финансировать поощрительную лотерею. Напомню, Грузия сейчас переживает четвертую волну пандемии, а число вакцинированных граждан не дотягивает даже до 20%. Юлия Тужилкина о безопасных зонах, мнении общества и вознаграждении привитым. Это первый ресторан в Тбилиси, который объявил себя безопасной зоной. Теперь здесь принимают только вакцинированных гостей. Посетителей немного, но все они вакцинированные, как местные, так и туристы. В целом, в Грузии намечаются тенденции разделения общества. Не так давно Министерство юстиции объявило о льготах для привитых граждан. Некоторые услуги доступны для них с 50-процентной скидкой, а некоторые и вовсе бесплатные, например, такие, как регистрация индивидуального предпринимателя. Я считаю, что так делать не надо. Все должны быть едины. Каждый человек самостоятельно принимает свое решение, вакцинироваться или нет. И льготы, и вакцинированные, мне кажется, это не очень правильно. На этой неделе Межведомственный совет решил тоже мотивировать граждан прививаться против коронавируса. 13 сентября в стране запускают лотерею с денежными призами. С понедельника начинается поощрительная лотерея по принципу случайного выбора для всех вакцинированных граждан. В ней будут участвовать даже привитые одной вакциной. Суммарный призовой фонд, который финансирует государство, составляет примерно 64 тысячи долларов. Лотерея будет проходить ежедневно до конца года. Каждый день будут разыгрывать от 30 до 160 долларов. Еженедельно по 300, 500 и 3 тысячи долларов. Итоговый розыгрыш состоится в конце года. Его призовой фонд составит 32 тысячи долларов. У лотерейной компании будет доступ к базам вакцинированных. О выигрыше гражданам сообщат посредством СМС на их номера телефонов. Сейчас в стране первую дозу вакцины получили почти 30% населения, а полностью привиты лишь 17% жителей страны. И сейчас расскажем о ситуации в Афганистане. В Организации Объединенных Наций заявили, что их сотрудники, которые находятся там, все чаще теперь стали подвергаться преследованиям и запугиваниям с тех пор, как к власти пришло движение «Талибан». Об этом заявила специальный посланник ООН в стране Дебора Лайонс. Ранее представители запрещенного в Казахстане движения заявляли о том, что будут уважать права всех людей, но вот теперь, сейчас они подрывают доверие международного сообщества, сообщили дипломаты. Также глава миссии ООН доложила о гуманитарных проблемах в стране и обозначила важность возобновления финансирования и разморозки активов Афганистана. Лайонс отметила, что в составе администрации, которую талибы сформировали несколько дней назад, есть лица, которые находятся под санкциями ООН. «Мы возмущены сообщениями о том, что члены движения «Талибан» осуществляют репрессалии против сотрудников ООН по всей стране. Это неприемлемо. Мы призываем руководство «Талибан» к соблюдению обязательства по международному гуманитарному праву. Мы также слышали сообщения о том, что некоторым женщинам, в том числе женщинам-сотрудникам ООН и женщинам-сотрудникам американских партнеров-исполнителей, запрещается входить в офис или их заставляют входить на работу в сопровождении мужчин. Это даже хуже, чем возмутительно. Все сотрудники ООН должны иметь возможность выполнять свою работу без помех и без дискриминации в отношении того, кем они являются». Ранее представители «Талибана» призвали британских дипломатов вернуться в Кабул. По словам талибов, новое правительство Афганистана хочет установить хорошие отношения с зарубежными странами. Поэтому призывает возобновить работу заброшенных посольств. «Где ваша помощь и поддержка? Международное сообщество. Вы всегда кричите, что мы террористы. Приходите и посмотрите на правительство Талибана и сравните нас с предыдущим. Проанализируйте их безопасность, а затем посмотрите на нашу. Приезжайте и начинайте свою работу. Вам никто не причинит вреда. Это дипломатические отношения и это право каждой страны». Из Афганистана продолжают эвакуировать иностранцев. В столице Катара готовятся принять еще один пассажирский самолет из Кабула. Накануне первый чартерный рейс приземлился в Дохе. На его борту было свыше сотни людей, среди них граждане Великобритании, Германии, Канады, США и Украины. Напомним, в восстановлении работы Кабульского аэропорта вместе с афганцами участвуют специалисты из Катара и Турции. Они устанавливают новое электронное оборудование, в том числе компьютеры и сканеры для досмотра багажа и пассажиров. Катарская сторона сообщает, что воздушная гавань почти на 90% готова к работе. Я чувствую себя немного легче. Перед вылетом мне пришлось принять очень трудное решение и оставить семью. Я бы хотела остаться подольше, но боялась, что не смогу улететь. А сын, который живет в Канаде, уговаривал меня улететь. К сожалению, мне пришлось оставить мать, сестру и братья в Кабуле. Они спали. Я им ничего не сказала и только перед вылетом позвонила из аэропорта. И вот ситуацию с афганскими беженцами прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал страны Евросоюза принять бегущих из Афганистана людей. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, Соединенные Штаты на фоне вывода своих войск передали проблему афганских беженцев Европейскому Союзу. Однако в Европе мигрантов принимать не торопятся. И из-за этого беженцы застряли на границе Белоруссии с европейскими странами. Между тем, в решении вопроса западные государства просят содействия Москвы. Напрямую же с Минском разговаривать не хотят, отмечает Лукашенко. Но если вы их позвали, ну так возьмите, откуда бы они ни пришли. Они же на вас работали в это время. Там же сотни тысяч людей, афганцев, работали 20 лет на тех, кто сегодня от них бросил их и сбежал в свои норы. Какие претензии здесь ко мне или к белорусам? Они бегут через Россию, через Беларусь и напрямую в Беларусь. Это касается непосредственно России и Беларуси. Мы их не звали. И они вообще к нам не идут. Они через нас идут туда, куда их позвали. Берите, это ваша проблема. Испанская полиция задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, сообщает агентство Reuters. Напомню, в 2008 Минфин США внес Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков группировки, которую в Штатах признали террористической. В розыске он находился с 2019 года. Сначала его задержали по обвинению в торговле запрещенными средствами. Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции венесуэльца. В результате его отпустили из-под стражи. Это решение обжаловали и его согласились выдать. Но впоследствии местонахождение Карвахаля установить не удалось. А в Берлине сотрудники прокуратуры и полиции провели обыски в зданиях Министерства финансов и Министерства юстиции Германии. В центре расследования, которое началось в прошлом году, оказался департамент финансовой разведки. Он отвечает за проверку сомнительных банковских операций. Сотрудников отдела заподозрили в утаивании важной информации об отмывании денег. В частности, речь идет о переводе крупной суммы на счет одного из африканских банков. Транзакция могла быть связана с торговлей оружием или наркотрафиком. Однако они и не сообщили в вышестоящие органы. Правоохранители искали свидетельства того, что сотрудникам регулятора было приказано игнорировать подобные операции. Прокуратура ведет расследование в отношении неких неназванных сотрудников нашего отдела в Кёльне. У них появились вопросы к министерствам в Берлине, которые вполне можно было направить в письменном виде. Но их решили задать иначе. Пусть люди сами решают, правы ли они были. Тропический шторм Олаф достиг северного побережья Мексики. В штате Южная Нижняя Калифорния объявлен красный уровень погодной опасности. На регион обрушились проливные дожди, а скорость ветра достигает 160 км в час. В некоторых зданиях отключен свет, отмечают жители. Власти отменили занятия в школах и работу госучреждений. Граждан призывают быть осторожными и следить за оповещениями о погоде. По данным синоптиков, ранний Олаф усилился до урагана первой категории. Тем временем на юге Испании из-за лесного пожара эвакуировали почти 800 человек. Пламя продолжает бушевать. В регионе третьи сутки огонь уже сжег порядка 2000 гектаров насаждений. Его пытаются потушить две сотни пожарных. По словам местных властей, стихию пока не взяли под контроль. Рассматривается вариант умышленного поджога. Отмечу, что лесные пожары бушуют в стране уже несколько месяцев. В общей сложности они уничтожили 80 тысяч гектаров территории. Теперь о погоде в нашей стране. В предстоящие выходные в Казахстане ожидается минусовая температура. По данным КАЗ Гидромета, на севере, северо-западе, в центре, востоке и в горных районах республики пройдут дожди с порывистым ветром. Местами, возможно, гроза. А уже в воскресенье на Казахстан начнет смещаться холодный антициклон из России, который принесет преимущественно погоду без осадков. При этом во всех регионах, кроме юга страны, столбики термометра, по прогнозам синоптиков, опустятся ниже нуля. В Петропавловске жители одного из микрорайонов ощущают себя отрезанными от цивилизации. Они устали получать в ответ на свои просьбы лишь обещания. Три десятка лет, когда здесь раздавали земельные участки под строительство будущего элитного района, им гарантировали построить школу, детский сад, провести все коммуникации и даже газовое отопление. Но, как показала практика, обещанного десятки лет ждут. Участки, они были предусмотрены под строительство детского сада, школы, да? Они уже отданы под жилищное строительство. Вот так. Школы у нас уже не будет. С этой ситуацией жители практически смирились, но микрорайон постепенно разрастается. Здесь построено уже более 500 домов. А возить детей в школы и детские сады приходится в другие микрорайоны. Горожане не один год обивали пороги Акимата. На руках у каждого кипы официальных писем с ответами на просьбы. Однако, по их словам, решительных действий так и не последовало. В первую очередь, их беспокоит центральное отопление. В домах температура не превышает 22 градусов тепла. И за такой скудный обогрев им приходится платить по 40-50 тысяч тенге. Уже вот оно сколько? Три или четыре года, да? Центральное отопление. Оно уже находится в плохом состоянии, да? Нету хорошей подачи тепла. У многих 20 градусов всего лишь набирается температура. Мы практически все изначально делали сами. Солнечные два, солнечные три. У них все сразу сделано. А у нас нет. Ливневок, говорят, жители тоже нет. Поэтому каждую весну талые воды заходят в подвалы. А у некоторых под ними скрываются целые огороды. После дождей в элитном районе буквально не пройти, не проехать. Спасают резиновые сапоги и полиэтиленовые пакеты. Три года пишем, ЖКХ, Вайкомек, писали куда-то. Каждый раз у нас отписывается, что все на контроле, все на контроле, все на контроле. Ни единого камушка, за сколько существует улица лет, она не видела. Мы здесь живем столько лет, не можем добиться никаких вообще дорог элементарного. Вот отсыпали, слава богу, и то, как отсыпали. Частями, кусками, пыль столбом. В машине вот такой слой желтой пыли ежедневный, что снаружи, что внутри. К слову, щебнем засыпали не все улицы. В Москве автолюбители принципиально отказываются ездить по дорогам, которые уже 30 лет не видели ремонта. Уличное освещение – еще одна боль жителей поселка. Звездная, почему она звездная? Потому что ночью светят звезды всего лишь. Ответ властей. То есть они нам написали по свету, вот они мне написали, что только после финансирования, после рассмотрения всех вопросов, только тогда нам будет подключать свет. А сейчас темнеет рано, то есть школьники будут возвращаться со школы. Везде у нас практически в таких переулках, в дальних улицах нет света у нас. Игровая площадка – это старые качели и песочница всего в нескольких метрах от обрыва. А это остановочный павильон. Вместо современной остановки – старая деревянная лавочка. В ЖКХ же уточнили, что вопрос асфальтирования дорог на рассмотрении. Но уложат ли там асфальт – пока неизвестно. Что касается отопления, отопление находится на балансе городского акимата. Не все, но некоторые своевременно не подготавливаются к зимнему периоду. То есть промывку, опрессовку своевременно не делаются. Из-за чего у них вот такие вот проблемы возникают? Асфальт будет, нет? Сейчас проектно-осметная документация завершается на изготовлении, после чего будет подана заявка на бюджет. И при выделении бюджета, конечно, будут. То есть еще не факт, как бы, о добрый день, о добрый? Да. Перспектива же оборудования игровыми зонами отдыха и тренажерами более вероятная. Микрорайон «Солнечный» стоит 75-м в очереди на установке детских площадок. Наталья Волкова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар-24. Оказывать помощь и поддержку Афганистану призвал Касымжумар Тукаев на встречу с министром иностранных дел Северной Македонии Буяра Мусмани. Глава государства отметил, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан на время переломного момента. Президент также подчеркнул важность обеспечения безопасности казахстанцев, постоянно проживающих в этой стране. Он рассказал Буяру Османи о принятых мерах по возвращению наших граждан и этнических казахов на родину, а также о содействии усилиям мирового сообщества по эвакуации сотрудников международных организаций, в том числе миссий ООН. Говоря о взаимоотношениях Северной Македонии, Касымжумар Тукаев заявил, что существует много возможностей для сотрудничества, в частности, в сферах торговли, инвестиций и гуманитарных связей. Вместе с тем, президент выразил соболезнования семьям погибших в результате пожаров в коронавирусной больнице в городе Тетово. В свою очередь, министр Северной Македонии выразил признательность главе государства за возможность встречи, особо отметив символичность визита, проходящего в год 30-летия независимости двух стран. К 50-му году в Южной Корее останутся только лишь электрические и водородные автомобили. И уже через несколько лет крупные автопроизводители откажутся от разработок машин с бензиновым и дизельным двигателями. Вот такие амбициозные планы озвучены на выставке водородной промышленности в южнокорейском городе Кояне. Что же пока мешает достичь этих целей, расскажет Владислав Цой. Несмотря на пандемию, выставка собрала несколько сотен компаний и организаций из 12 стран мира. Ведь COVID-19 ускорил развитие водородного транспорта в Южной Корее. Причина в том, что республика сильно зависит от импортной нефти, а альтернативное топливо для такого транспорта можно производить внутри страны. Трамвай, автобус, корабль и спорткар, разгоняющийся до 100 км в час за 4 секунды. Сегодня любой вид транспорта в Южной Корее может работать на водороде. Даже строительная техника – это первые в мире подобные модели. Погрузчик может работать на одной зарядке 5 часов, пока будет использован только в столичном регионе. Там достаточно заправочных станций. При необходимости водородное топливо доставит мобильный заправщик. Водородом заправляют даже велосипеды. При полном баке он может проехать 150 км. Стоит такой двухколесный транспорт, как поддержанный автомобиль. Хотя за год, благодаря внедрению новых технологий, этот велосипед подешевел вдвое. И сейчас его цена около 6 тысяч долларов. Сейчас мы делаем водородные двигатели еще более экологичными. У них недостаточно мощности. Поэтому, как и в электромобилях, сейчас дополнительно устанавливают литиевые батареи. К сожалению, при их производстве много выбросов в атмосферу. И мы за отказ от таких аккумуляторов. Однако в стране не хватает водородных заправочных станций. Их всего около ста. В следующем году будет в три раза больше. Но и этого может не хватить. Ведь в год число водородных и электрических авто растет примерно на 1%. И в конце прошлого года их насчитывалось 820 тысяч. Я сделал ставку на производство водородных АЗС. Так как, думаю, у них большое будущее не только в Корее, но и во всем мире. Крупный производитель автомобилей в Корее несколько лет назад заявил, что больше не будет массово выпускать бензиновые и дизельные автомобили после 2025-го. Осталось 4 года. В планах правительства Кореи полностью сократить выбросы парниковых газов к 2050-му году. Это означает, что в стране не останется угольных электростанций и машин с бензиновым и дизельным двигателями. Их уже постепенно вытесняют электрические и водородные авто. И это глобальная тенденция. По данным Международного агентства МакКинси, через 29 лет 18% от общего мирового спроса на энергию можно будет удовлетворить за счет производства водорода. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Такими были новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова